Это произошло 21 марта. Было воскресенье, 9 часов вечера. Я гуляла с собакой тут со своей, поскольку я недалеко живу. Подошла к торцу здания, потому что тут более-менее была территория очищена от снега, растаяла. Было темно, тут не горел фонарь, который вот тут рядом. Елена уверенным шагом следовала за собакой. И кто бы мог подумать, что впереди её ждёт внезапное препятствие. Из полуразвалившегося бордюра под углом 90 градусов в сторону тротуара торчала арматура. Запнувшись об неё, женщина навзничь упала на неровный асфальт. Основной удар пришёлся на локоть левой руки. Оскольчатый перелом, позже скажут врачи. Вот это то место, где я упала. Вот этот штырь его кто-то демонтировал. Эта арматура торчала, ну я думаю, что где-то на полметра, если не больше. Точно вот сюда. Ну вот так точно она торчала. Так немного загнута. То есть шансов у меня пройти мимо вообще не было. С учётом, что это место не было освещено. И я, получается, упала как раз в такой вот непрезентабельный асфальт. В травмпункте рентгеновские снимки стали прямым билетом на немедленную госпитализацию и проведение серьёзной операции. Врачам предстояло собрать непростой пазл – локтевую кость. Осколки скрепили спицами, которые останутся в теле не меньше, чем на год, пока кости не срастутся. В первую очередь неудобства такие, что у меня постоянные боли всё время, прямо круглосуточные. То есть я засыпаю с болью, просыпаюсь с болью. Я подала в прокуратуру моральную и на финансовую компенсацию, потому что я сейчас несу затраты. Мне пришлось купить вот эту конструкцию ОРТС. Мне сейчас надо будет долгосрочно принимать препараты для того, чтобы у меня всё хорошо заживало. Когда мы приехали на место, злополучного куска арматуры уже не было. Его срезали. А вот кто это сделал и на ком ответственность за содержание этого участка, сейчас выясняют. Заявление Елены рассматривают в прокуратуре Свердловского района Иркутска. Девушка говорит, что за справедливостью пойдёт и в суд. Любовь Грудинина, Иван Прокудин, Аист ТВ.